Президентские выборы многие на Украине считают ключом к восстановлению политической и географической стабильности. Мария Гордон, чей материал мы только что посмотрели, присоединяется к нам в студии. Мария, явным фаворитом по результатам всех опросов стал богатый предприниматель, шоколадный король Петр Порошенко. Что, по-вашему, помогло ему обойти других кандидатов? Да, шоколадный кандидат на данный момент опережает неистовую леди Ю. Это может ему дорого обойтись. Юлия Тимошенко не любит его уже очень давно. Они были вместе еще в первом оранжевом правительстве. Ее бесит потеря лидерства в гонке. Если страна выберет другого президента, а у меня сегодня есть один конкурент, я думаю, что нам придется зайти на третий круг революции, заявила она во время недавнего митинга в Николаеве. Тимошенко, как никто другой на Украине, справляется с задачей мобилизации своих сторонников, а потому устроить новому президенту в период нестабильности она может. Она может и вовсе, несмотря на все опросы общественного мнения, которые прогнозируют значительный разрыв между Порошенко и Тимошенко, не допустить его к власти, устроив нечто непредсказуемое. Не исключен второй тур, который может просто не состояться из-за того, что в стране, например, ведут военное положение или по другим факторам. А причина успеха Порошенко, как ни странно, кроется в личности той же самой прекрасной Юлии. Ее конфликты с президентом Ющенко за все их годы у власти так утомили украинцев, что многие из них протестно голосовали за Януковича. Сейчас они готовы голосовать за Порошенко, чтобы просто избавиться от политической фурии. Его, по крайней мере, электорат относительно мало знает и связывает с ним собственные надежды. А потом он олигарх, значит, хотя бы красней будет. И владелец шоколадной империи, значит, не дурак. Хочется иногда сладкой жизни, не правда ли, Владимир? Конечно. Мария, но ведь и Порошенко, и Тимошенко – оба представители Старой Гвардии. Не от таких ли пытались избавиться сотни тысяч украинцев, вышедших на Майдан? Что это? За что боролись, на то и напоролись? Вы знаете, Владимир, это вы просто сейчас наступили на коллективную мозоль. Так называемая революция достоинства как раз и была направлена против засилия олигархов и коррупционеров. Люди устали от воровской власти, от вечного распила бюджета между могущественными кланами. Они хотели очиститься в огне революции, но, увы, на манеже все те же. Нет пока харизматичного, желательно молодого, политического лидера, который сумел бы залатать страшную прореху, которая прошла по Днепру. Даже Кличко, который производит на всех хорошее впечатление, признал свою слабость, поддержав Порошенко. А то, что он олигарх, так к Украине не привыкать. Она все годы независимости прожила под олигархами. Там Ахметов, там Коломойский. Более того, все парламентарии олигархами куплены. Украина пока не переросла эту стадию развития. Спасибо большое, Мария. Отношение России к украинским выборам можно определить по высказываниям руководителей. Спикер Государственной Думы Нарышкин сомневается в легитимности народного волеизъявления на фоне, цитата, «продолжающейся карательной операции». Тем не менее, он сказал, что выборы могут стать импульсом к диалогу между сторонами. Москва не видит принципиального различия между украинскими лидерами. Кремль волнует государственное устройство страны после голосования. Цитата недели от руководителя администрации президента России Сергея Иванова. Для нас главное не выборы и никто будет избран, а что будет со страной дальше, как будет проходить конституционная реформа.